В эфире программа события в студии Елены Моисеевой и вот что к этому часу подготовили мои коллеги. Обновлен более чем наполовину. В состав Генерального совета партии власти вошел губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Люди обращаются на самые разные проблемы. Большинство этих проблем можно решить. Минимальный показатель зараженных ковид-19 за последние недели. Больницы поэтапно возвращаются к своему профилю работы. Сегодня на утро у нас госпитализировано 66 больных. Приют или гулаг для четвероногих. В Пензе проверили, как обращаются с бездомными животными. В приюте есть собственная операционная. В частности, этот новый стол появился здесь около года назад. За данный период было кастрировано и стерилизовано под сотни животных. В начале о важном политическом событии. Губернатор Пензенской области вошел в состав Генерального совета Единой России. Такое решение было принято на юбилейном 20-м съезде партии в Москве. Генсовет – это постоянно действующий руководящий коллегиальный орган партии, который контролирует решение ключевых задач, стоящих перед ней. Светлана Демина продолжит. Крупнейшая политическая партия нашего государства «Единая Россия» отпраздновала 20-летие. За это время ей удалось сохранить конституционное большинство в Госдуме, а главное – репутацию среди жителей страны. Подводя итоги работы, это назвали главным достижением. По мнению губернатора Пензенской области, который принял участие в съезде, в регионах особенно ощущается заинтересованность партии власти в улучшении качества жизни каждого человека. Прежде всего, в работе с людьми это надо уметь людей слышать. То есть, люди обращаются по самым разным проблемам. Большинство этих проблем можно решить. Есть проблемы, которые решить невозможно. Но в любом случае, людям надо объяснять, почему эту проблему решить невозможно. А те проблемы, которые решаются, они должны, безусловно, быть решены. В ближайшие пять лет Единой России придется решать новые задачи, определять которые будет в том числе и руководитель нашего региона. Олег Мельниченко вошел в состав Генерального совета партии. Он считает, что при принятии ключевых решений и разработке федеральных программ нужно продолжать ориентироваться на интересы граждан. Конечно, это требует большой партийной поддержки, особенно на стадии формирования и принятия федерального бюджета. Поэтому без поддержки партии решить эти вопросы невозможно. И я, как губернатор, ощущаю поддержку и в руководстве нашей партии, и в руководстве фракции нашей партии в Государственной Думе. И только вместе, только совместными усилиями с Генеральным советом, Высшим советом партии, с депутатами нашей фракции эти проблемы можно решить. Генсовет партии обновился больше, чем на 50%. Наряду с Олегом Мельниченко в него вошли губернатор Белгородской области, наш земляк Вячеслав Гладков, а также министр просвещения страны Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минстроя Ирек Файзулин и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, также уроженка Пензенской области. В Пензенской области могут появиться новые места для детского отдыха. Речь идет о строительстве и восстановлении имеющихся здравительных лагерей. Этот вопрос обсудили губернатор Олег Мельниченко и первый зампред правительства Олег Ягов. В Сурском крае последний хизагородный лагерь был построен в 1989 году. Многие из тех, что до сих пор действуют, нуждаются в улучшении условий, расширении площадей. Для того, чтобы сделать это, будет разработана региональная программа капремонта таких учреждений. Что на сегодня мы имеем? Допустим, уже есть актуализированные проектно-инцепентные документации на капитальный ремонт детского здравительства лагеря «Юность» – это Пенза. Дальше очень популярный лагерь-строитель. Администрация города Пенза активно каждый год вкладывает средства, но, конечно, им не хватает для того, чтобы системно подойти к этому вопросу. Давайте, Олег Васильевич, формируйте программу. Я поддержу эти решения на декабрь месяц. Тогда давайте выносить эти позиции в программу. Но вообще программу, мне кажется, надо делать такую пятилетнюю. В настоящее время в регионе есть 13 загородных лагерей. И некоторые из них готовы к работе на 90%. Но в муниципальных бюджетах отсутствуют средства на завершение там ремонта. Чтобы решить этот вопрос, по поручению губернатора также направлены письма в федеральные органы власти с предложением запустить на государственном уровне новую программу строительства и реконструкции детских оздоровительных учреждений. Теперь о COVID-19. За минувшие сутки этот диагноз подтвержден всего у 357 пензенцев. И это минимальный показатель за последние полтора месяца. Всего же в списке инфицированных стало почти 94 тысячи жителей региона. Тем временем выздоровевших уже пятый день подряд более 500. Накануне успешно завершили лечение еще 597 пациентов. Всего же побороли опасный недуг 67 744 человека. Также известно, что коронавирус унес жизни еще 16 наших земляков. Региональная медицина постепенно приходит в себя. Свою оценку ситуации с COVID-19 во время брифинга дал зампред правительства, министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев. По его мнению, сейчас складывается самое благоприятное время для того, чтобы нарастить темпы вакцинации. Впервые за последние несколько месяцев медики региона могут вздохнуть с облегчением. Очередная волна коронавируса отступает. Показатели суточной заболеваемости в 5-6 раз ниже, чем во время пика разгула инфекции. Медучреждения, которые были вынуждены перепрофилированы под борьбу с COVID-19, возвращаются к привычному режиму работы. Сейчас из 24 мобилизованных больниц пациентов с опасной инфекцией лечат в 12. Если в пиковые показатели у нас было развернуто максимальное количество коек 4700, то в настоящий момент коечный фонд, который перепрофилирован для борьбы с инфекционными заболеваниями, составляет в Пензенской области на утро сегодняшнего дня 2024 койки. Уже составляют график работы выездных мобильных комплексов, чья деятельность была свернута в разгар пандемии. Передвижные томографы, флюорографы и мамографы в ближайшее время отправятся в районы области. Дополнительно к ним в поликлиниках уже формируются прививочные бригады. По мнению главы регионального министерства здравоохранения, образовавшуюся паузу нужно использовать с умом и усилить вакцинацию. На сегодняшний день первый компонент антиковидного препарата получили 743 тысячи человек. Полностью завершили процедуру 674 тысячи. Целевой показатель еще не достигнут, чтобы избежать серьезных последствий в областном масштабе. Укол нужно сделать еще не менее 160 тысячам граждан. Большие опасения то, что этот новый штамм за счет повышенной верулентности и большой контагиозности может нам принести проблемы, которые будут потяжелее, чем те, которые мы с вами уже пережили осенью 2021 года. Усиливают и мощности медучреждений, в которых проходит лечение ковидные пациенты. Так, в ближайшие пару месяцев стационарными кислородными станциями дополнительно оснастят четвертую клиническую, областную больницы, а также шестую городскую. Последние работы произведут за счет федеральных средств. В регионе работать 7 стационарных кислородных станций. И общей производительностью будет 9 тонн кислорода. К тому же на территории Пензенского областного клинического центра спецвидов медпомощи собираются построить лечебно-реанимационный корпус, что позволит разместить в учреждении еще 400 пациентов с коронавирусом. Сейчас специалисты занимаются разработкой проектно-сметной документации. По плану, возведение должно начаться уже в 2022 году. Теперь о проблеме, которую в последнее время все чаще поднимают пользователи социальных сетей. Героями публикаций становятся братья наши меньшие и те, кто за ними ухаживает. Речь идет о муниципальном приюте для собак. В адрес персонала звучит критика. Все ли так печально и насколько оправданы резкие выпады? Такими вопросами задалась известная защитник животных Анна Рудакова. И лично решила посмотреть, как живут четвероногие недалеко от Чемодановки. Вместе с ней туда отправилась и наша съемочная группа. Трудно на морде этого пса не увидеть улыбку. А в условиях недавних информационных атак в сторону места обитания этого животного и его собратьев она дорогого стоит. Муниципальный приют на улице Осенней с недавних пор все, кому не лень, стали сравнивать с тюрьмой для четвероногих, где только и делают, что мучают несчастных голодом и холодом. Ветеринар учреждения Татьяна Поповнина, конечно, не в восторге от такой необъективности. Ведь на ней и на ее напарнике лежат. Утренний отлов собак по заранее заданным адресам, кормление, уборка вольеров. Что не кормим, не издеваемся, что никогда нас здесь нет, хотя мы здесь каждый день. Просто у нас есть определенные часы приемов, определенные дни приемов. В понедельник, среда, пятница с 9 до 11. Пожалуйста, приходите, можете корм привезти, сами же покормите. То есть в этом проблем нет. Пойдем, пойдем, пойдем. В отличие от интернет-комментаторов, руководитель клуба любителей домашних животных Анна Рудакова без особых трудностей попала к обитателям приюта и даже поиграла с ними, тем самым опровергнув заявление о том, что сюда якобы не пускают. Она убедилась, с кормлением перебоев нет, для новеньких есть отдельное место на время двухнедельного карантина, по графику собаки отпускаются на прогулку. В приюте есть собственное операционное. В частности, этот новый стол появился здесь около года назад. За данный период было кастрировано, стерилизовано под сотни животных. Как видно, все необходимое для этого имеется в наличии. Конечно, ситуацию не назовешь идеальной. Все-таки финансирование муниципального учреждения не самое щедрое. Но она и не критическая. И было бы гораздо больше пользы, если бы многочисленные борцы за справедливость сами сделали хоть какое-то усилие, чтобы улучшить жизнь собак. Как говорится, критикуешь – предлагай. Сейчас очень важны все социальные связи. Ну, в том числе, я вижу, может быть, завести какую-то страницу им в Инстаграм. То есть больше о них рассказывать. Что они есть, что они пристраивают собак, что они занимаются добрым делом. Решение глобальной проблемы по безнадзорности – это не постоянно тыкать муп, что они что-то не выполняют и где-то недособирают. Объединить усилия всех общественных организаций, волонтеров, кто, в принципе, занимается проблемой безнадзорных животных. Первый и самый простой шаг, на который пошла сама Анна Рудакова – поиск и транспортировка соломы и опилок. Ими можно утеплить бетонные помещения в вольерах. А чтобы решать более сложные задачи, прежде всего необходимо провести конструктивный разговор с участием всех, кто в нем заинтересован. Отсутствие уличного освещения, перебой с подачей воды, прохудившиеся крыши, тысячи коммунальных проблем жителей Сурского края помог решить проект информационного агентства «Пензапресс» медиахолдинга «Экспресс» «Жалобная книга». Первое обращение появилось в ней еще в 2014 году. Время доказало востребованность и необходимость существования такого ресурса. Жители Пензенской области направляют обращение к нам на сайт. Мы формируем официальный запрос СМИ и направляем его в орган, который уполномочен на решение той или иной проблемы. И согласно закону о СМИ, обязаны в течение 7 дней предоставить ответ. Наш проект «Жалобная книга» даже становился лучшим на всероссийском уровне. В 2017 году «Жалобная книга» стала лучшим спецпроектом на фестивале СМИ «Вся Россия». Этот проект продолжает пользоваться большой популярностью у жителей региона. Нам продолжает активно направлять обращения на сайт. Мы заходим на сайт «Пензапресс». На главной странице мы нажимаем рубрику «Жалобная книга». Здесь мы либо регистрируемся, если уже зарегистрировано на сайте, то жмем «Подать жалобу» или «Предложение». Здесь выходит форма, в которой мы указываем населенный пункт, допустим, Пенза. Пишем заголовок, здесь кратко описываем проблему. В обращении должно быть не более 150 слов к тексту. Можно прикрепить три фотографии. И важно не забыть указать свои контактные данные, электронную почту или телефон, чтобы с вами могли связаться сотрудники информационного агентства «Пензапресс» или представители власти. «Жалобная книга» – это надежный помощник в деле оперативного решения коммунальных проблем. За 11 месяцев уходящего года на дорогах Пензенской области произошло более 1400 аварий, в которых 144 человека погибли, еще порядка 2000 получили ранения различной степени тяжести. При этом, отмечают в региональном управлении ГИБДД, на месте едва ли не каждого второго ДТП были зафиксированы факты неудовлетворительного состояния проезжей части. В текущем году за нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в отношении должностных и юридических лиц составлено 334 административных материала. Кроме этого, владельцам уличной дорожной сети выдано 2150 предписаний на устранение выявленных недостатков. Кроме того, за нарушение сроков исполнения предписания составлено еще более 60 административных протоколов. Госавтоинспекторы просят жителей области сообщать о серьезных дефектах на проезжей части, отсутствии дорожных знаков, либо неисправности светофоров. Сделать это можно по телефонам регионального управления ГИБДД 599-002 или 599-003. Сводный отряд УМВД России по Пензенской области в свою очередь отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. По традиции проводить бойцов собрались родные, близкие, друзья, коллеги и руководство регионального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Многие из вас уже не первый раз выезжают в эту командировку. Знаете о правилах, знаете о правилах своего поведения на территории другого субъекта. Настоятельно требуем соблюдения служебной дисциплины, выполнения всех указаний руководства. Ситуация отличается от нашей. Срок служебной командировки полицейских составит 180 суток. До Мохи они вернутся уже в следующем году. В ближайший четверг в России будет отмечаться День Героев Отечества. В канун памятной даты в Пензе подвели итоги регионального конкурса лучших военно-патриотических клуб области. Победителей и призеров собрали в Доме молодежи. Они все подтянуты и бодры, и лучше своих сверстников знают, что такое дисциплина. Это курсанты военно-патриотических клубов, работающих на базе городских и сельских школ. Одноименный конкурс показал, право называться лучшими в этом году завоевали кузнечане. Давайте поаплодируем и поздравим наших победителей. С детьми из Кузнецкого клуба занимается бывший летчик, полковник запаса Валентин Голубев. Это благодаря его педагогическому и организационному таланту ребята добились успеха и признания. Причем из 45 человек постоянного состава 12 девочки. Я отвечала конкретно за подготовку младшего звена в военно-патриотическом клубе. А именно обучала сборке и разборке оружия и помогала в физической подготовке. Точно на четвертом году обучения курсант нашего клуба начинает первоначальное обучение в летной подготовке. Ввиду того, что это мне ближе. То есть это аординамика, это конструкция двигателей, конструкция вертолетов, самолетов и так далее. Парашютное дело. Тесная связь у нас с изринским, высшим военно-патриотическим, лечилищем летчиков. Поощрили подарками не только победителей и обладателей призовых мест. Ребята получили новые комплекты полевой форумы. Их за осознанный выбор быть патриотами отдельно поблагодарил военный комиссар области. Вашими руками много делается. Вы настоящий патриот. Вы сейчас сидите в форме, расисты. И своими руками, и своими делами вы доказываете, что патриотизм, и нет, это не пустые слова. Это труд и очень тяжелый труд. Спасибо вам. После торжественной части пришло время общения. На вопросы ребят по видеосвязи отвечал герой Советского Союза Игорь Чмуров. Лауреаты международного конкурса «Слова, подобные крыльям», выступили на сцене Пензенского драматического театра. Лучшие чтецы, отбор которых начался еще зимой, долго готовились к финалу. В этом им помогали наставники. Преподаватели театральных институтов и актеры делились своими секретами успешной работы на сцене. Результат смогла оценить и Анна Воронова. Матвей Антонов открывает гала-концерт. Он выступает с произведением современного писателя Алены Кашуры «Мечтай, Марсель, мечтай». Это произведение мы сначала хотели найти в интернете, но там его не оказалось. И моя мама позвонила самой писательнице и попросила отпечатать его. Еще в феврале на конкурс было подано около 200 работ. Во второй тур прошли 30 чтецов, а вот в финал лишь 12. Кстати, это не только ребята из Пензы и области, но даже из других стран. Я стремлюсь к владению русским языком, как носитель языка даже. И стараюсь без акцента в будущем, чтобы у меня получилось. Сложно ли? Сложно, конечно. Я это не скрываю, сложно. Особенно, когда стих старый, так сказать. Потому что там старая речь была и такие слова, которые поменялись. В четвертом международном конкурсе чтецов поровну и совсем юных участников и взрослых ребят. Но, по словам жюри, именно этот фактор является самым сложным. Для себя будем делить участников взрослых и участников детей. Потому что это совершенно разные два мира. Детский мир и взрослый мир. Но самое главное для меня лично. Я не буду там оценивать находки их преподавателей, режиссеров. Как это все построено. Для меня самое главное в человеке искренность. Подготовить заключительные выступления финалистам помогали наставники. Под их чутким руководством ребята постигали азы актерского искусства. Совершенствовали свои номера. Целью нашей было не просто продемонстрировать те умения, которые уже заложены в каждом из участников. Но и дать им что-то новое. В этом году впервые мы пригласили педагога из Саратовского театрального института, который давал мастер-класс по сценической речи. Гала-концерт длился несколько часов. В завершении члены жюри определили трех победителей. Все участники получили дипломы и памятные подарки. Опробовать инструменты бережливого производства на практике перед тем, как применить их на своем предприятии. Такую возможность участникам нацпроекта «Производительность труда» предоставляет фабрика процессов регионального центра компетенций. За два года десятки человек здесь научились экономить рабочее время и получать больший эффект на производстве при меньших усилиях. Восемь часов, чтобы понять основные принципы бережливого производства и опробовать их на практике, на фабрике процессов, каждая минута на счету. Именно здесь рабочая группа предприятия, вступившего в нацпроект «Производительность труда» соприкасается с инструментами, которые помогают оптимизировать рабочий процесс. Сейчас на обучении сотрудники «Пенстяшпромарматуры» в команде 15 человек. Этого достаточно, чтобы смоделировать любую ситуацию на производстве. Каждому человеку дается своя роль, от директора до кладовщика. И каждый занимается своим делом. В дальнейшем процесс оптимизируется, высвобождаются незадействованные люди, которые переключаются на какие-то другие процессы для сокращения времени в протекании. По сути, это своеобразная игра. В ней три тура. На первом определенную производственную задачу участники команды решают самостоятельно, а потом обсуждают получившуюся цепочку с тренерами регионального центра компетенций. Почему долго так было? Я ставил мембрану. Ставил мембрану, что еще? Потом вот. Вот, вот, вот и вот. А надо это здесь сделать, на этом рабочем месте? Значит, нужно добавить еще одного оператора, который будет совершать эту функцию. Пробуем сразу и переоснащение оборудования на производстве, и также в подающий, то есть питающий элемент, тот же самый склад, это обеспечивающие производство. Без него начинают, если мы там тоже не организуем, производство будет сдавать сбои. Два оставшихся тура направлены как раз на устранение издержек и оптимизацию производственного процесса. По словам участников, после такой тренировки на работу собственного предприятия смотришь уже под другим углом зрения. Даже уже на данном этапе времени я поняла, где у нас, несмотря на то, что я офисный работник, а здесь мы играем в производство, где в нашем отделе какие места мы можем уже оптимизировать. То есть настолько информация дается доходчиво, и она так легко усваивается, что, в принципе, мы можем применять ее даже дома на кухне. Сотрудники большинства предприятий и участников нацпроекта в регионе уже обучились инструментам бережливого производства. Многие увидели практические результаты их применения. Эти навыки могут быть полезны компаниям торговой, строительной, транспортной, промышленной сфер и сельского хозяйства. Оформить заявку на участие можно прямо сейчас на сайте производительность.рф. Вернемся сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Организация похорон. 30 55 55. Круглосуточно. Продолжаем выпуск. Во дворце единоборств «Воейков» прошли всероссийские соревнования школьные лиги по чирспорту. За звание лучших боролись команды из Пензы, Заречного, Тольятти, Бора, Самары, Саратова, Ижевска, Ульяновска, Новокуйбышевска, Саранска. Наша съемочная группа внимательно следила за ходом этих состязаний. Успешное выступление на этих соревнованиях гарантирует попадание в сборную страны. Поэтому участницы очень стараются понравиться судьям. Демонстрируют элементы гимнастики и акробатики, танцевальные навыки в дисциплинах хип-хоп, джаз, чирлидинг и фристайл. Это один из самых молодых видов спорта в России. И одна из главных причин его популярности – доступность. Любой зал подходит, любое, так скажем, покрытие. Да, для уже чирлидинга, который вот здесь вот на покрытии, там уже больше требований нужны, акробатические, соответственно, батуты, соответственно, база материальная. А для перформанс наших танцевальных, для чир-джаза, хип-хопа подходит любая площадка. И так поэтому вот это доступность. И то, что мы всех берем. Ну, по сути, берем всех, без особого отбора. В июле этого года чирлидинг признали олимпийским видом спорта. Соответственно, увеличилось и число желающих заниматься танцевальной гимнастикой, что только способствует повышению мастерства как наставников, так и их воспитанников. Наши пензенские спортсмены очень хорошо себя показывают на фоне остальных регионов. Ну, например, в прошлом году на чемпионате России по чир-спорту Пензенская область заняла седьмое место среди 47 регионов. Это, я считаю, хорошие вообще результаты. Удачно выступили пензячки и на этих всероссийских соревнованиях. Сейчас решается, кто именно из наших девушек будет зачислен в сборную страны, которая в следующем году отправится на чемпионат Европы по чир-спорту. Еще больше новостей найдете на сайте Медиахолдинга Экспресс. Ну, а прямо сейчас нас ждет хорошее кино. Героиня фильма «Деньги для дочери» чуть больше 30-ти. Она воспитывает ребенка от первого брака, а ее нынешний возлюбленный женат, и его устраивает жизнь на два дома. Однажды дочь Нины проваливает вступительные экзамены в институт. Мама, пытаясь решить проблему, неожиданно встречает бывшего супруга. Не пропустите увлекательную историю в 20.00. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире. Завтра на западе Пензенской области пасмурная погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 5 до минус 3 градусов. Днем 2 градуса мороза. В восточных районах Пензенской области тоже пасмурно. А возможны осадки. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью около минус 6, днем минус 4, минус 2 градуса. В Пензе пасмурная погода. Небольшой снег в областном центре ожидается лишь вечером. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Ночью минус 5, днем 2 градуса со знаком минус. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Официальный курс Центрального банка России. Доллар 73 рубля 67 копеек. Евро 83 рубля 11 копеек.